В Уральске с 20 по 22 июля среди сотрудников правоохранительных органов, силовых и специальных структур Республики Казахстан прошел чемпионат по президентскому многоборью в программе 10-й межведомственной спортакиады ФСО «Динамо» и МВД. Более 150 участников из 29 команд померились в силе, меткости, быстроте и ловкости на стадионе имени Петра Таяна. Развитие массового спорта – одна из главных целей нашего государства. В рамках пропаганды здорового образа жизни в Казахстане проводятся различные мероприятия, в их числе и традиционный областной чемпионат по президентскому многоборью, который включает в себя стрельбу из пистолета Макарова, плавание, метание гранаты, бег на 60 и 100 метров по возрастной категории, бег на 1000 и 3000 метров. Как отметил начальник управления физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Марин, участники проявили себя не только как крепкие и выносливые сотрудники, но и доказали, что они настоящие спортсмены. «Очень отлично отстреляли наши сотрудники департамента полиции. Меньше 90-х никто не выбил, хотя у представителей других команд какие-то возникли вопросы. Судьи, пожалуйста, показали мишень. Все нормально. Да, действительно. Ну, у нас слабо было в гранате и, значит, слабо немножко в плавании. Хотя, как видите, наши уральцы окружают водами, Чиган, Урал, ну, что-то вот не получилось». Более 150 участников из 29 команд, в числе которых сотрудники МВД РК, МЧС РК, ДУИС РК, Национальной гвардии РК, пограничные службы КНБ РК и департаментов полиции Астаны, Алматы, Шемкента и других областей. По итогам чемпионата по президентскому многоборью среди департаментов полиции одержала победу команда из Североказахстанской области. Второе место заняли сотрудники департамента полиции Акмулинской области. На третьем месте – департамент полиции Алматы. «В программу соревнования входили стрельба из пневматической винтовки, подтягивания на перекладине и бег на среднюю и дальнюю дистанции. Соревнования прошли на высоком организационном уровне. При этом участники продемонстрировали высокую психологическую выдержку, отличную физическую выносливость и волю к победе. Наша команда в этом году уступила и заняла восьмое место. Мы не отчаиваемся, ведь нужно уметь проигрывать и учиться на ошибках. Это делает нас сильнее». По результатам набранных очков в командном зачете чемпионом по республиканскому многоборью стала команда МВД. Серебряным призером признана команда «Динамо», а бронзовые призеры – национальная гвардия. Все победители награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами. Организаторы многоборья уверены, что эти соревнования могут стать доброй традицией и заметным событием в спортивной жизни страны.